правительство готовы пересмотреть условия новой семейной ипотеки зачем и в какие сроки аренда жилья в россии продолжает расти каждый месяц разбираемся в причинах привет с вами клышный алексей это последние новости из мира недвижимости также поговорим о планах сократить гарантийный срок на новостройки почти вдвое и о глубоких изменениях на вторичном рынке недвижимости оставайтесь с нами будет интересно кризис в строительстве печальная статистика в июле 24 года в россии застройщиками введено всего 2 и 6 миллиона квадратных метров многоквартирных домов что на 35 процентов или почти на одну целую четыре десятых миллиона квадратных метров меньше аналогичного значения за тот же период 2023 года а если мы посмотрим на 6 месячные показатели с января по июнь то вот сократился аж на 28 процентов отставание от темпа ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к предыдущему году наблюдаются в россии уже шестой месяц подряд ну а что вы хотели пожалуйста мораторий который был введен на взыскание застройщиков вступил в действие как только государство дало им слабину вот пожалуйста получите минус 30 процентов на ввод в эксплуатацию теперь если застройщикам что-то невыгодно с них не взять штрафов в них вообще ничего больше не получить они могут строить и на полгода больше и на год больше напомню что мораторий действует до конца 24 года и не факт что этот мораторий не продлят я только одного не понимаю пострадают кто простые покупатели новостроек потому что они вынуждены лишние полгода а то и год снимать жилье которое к сожалению растет об этом чуть дальше и платить приходится им все больше и больше застройщикам хорошо всей стране плохо ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем в июне 24 года в российских миллионниках составил почти 30 процентов это данные яндекс недвижимости причем лидером является нижний новгород у него показатель равен 47 процентам в нижнем новгороде новостройки почти на 50 процентов дороже чем вторичное жилье а вот самара это единственный миллионник где вторичка дороже чем новострой ну во первых смотрите в таких городах как нижний новгород волгоград и омск где разница в стоимости в новостройках ну либо около 40 процентов либо даже вот ближе 50 подбирается это значит что те кто сейчас покупают новостройку при ее сдаче столкнуться с падением цены примерно вот на такой же процент так как она отстает от вторичного жилья конечно цифра усредненная ли и реальный разрыв ну наверное может быть чуть меньше в районе там 25-30 процентов но даже при таком разрыве если владелец новостройки придется выйти своего актива по каким-то причинам продать свою недвижимость то они окажутся все в убытках и это создает огромный пузырь на рынке недвижимости именно вот в этих городах инвесторы должны четко понимать что покупка квартиры без риска вот в этих локациях она вообще проблематично снижение разницы между ценой на новостройки и вторичное жилье возможно только ну по большому счету двумя способами на либо цены на вторичное жилье должны вырасти либо цены на новостройки должны значительно снизиться чтобы разница это сохранилось как вы думаете что произойдет быстрее поделить своим мнением в комментариях цены на аренду бьют рекорды дом рф представил обзор рынка аренды за второй квартал 24 года втором квартале 24 года рынок аренды жилья в россии сохраняется дисбаланс между спросом и предложением предложение остается низким представляете на всю россию все 55 тысяч активных объявлений как и в первом квартале тоже маленькое число цифра одинаковая а вот эти цифры на 22 процента ниже чем в прошлом году количество закрытых лотов и просмотров объявлений сильно увеличил цены на аренду растут москва средняя стоимость аренды квартир увеличилась на 33 процента и составляет уже 88 с половиной тысяч рублей в месяц питер стоимость аренды выросла на 35 процентов до 47 и 3 десятых тысяч рублей в месяц другие города ну в среднем аренда подорожала на 18 процентов в москве и питере квартиры сдавались на аду две недели быстрее чем год назад основные причины роста который видит дом рф увеличение зарплат ну что-то я что-то особого как бы увеличение зарплат не вижу ужесточение условий кредитования что заставляет откладывать покупку жилья ну и конечно же снижение предложения представляете на 15 миллионный город москву всего 12 целых три десятых тысяч а выставлен объектов минус один процент за квартал в питере количество объявлений сократилось до минимум почти за три года три с половиной тысячи всего это минус 18 процентов но ситуация на рынке аренды действительно очень интересная и сложная основные причины роста на мой взгляд связаны с увеличением спроса и снижением предложения спрос на аренду растет почему спрос на аренду растет ужесточение условий кредитования вынуждает многих людей откладывать покупку жилья проценты по ипотеке высокие и многие предпочитают вложить деньги в депозиты где прибыль будет больше в москве и питере зарплаты растут что позволяет людям платить больше за аренду но и конечно же на предложение очень низкая некоторые объекты сдаются просто за несколько часов этот дисбаланс ведет к постоянному росту цены на аренду люди стремятся пережать в крупные города особенно в тяжелые времена что еще больше увеличивает спрос на аренду но самое плохое что эксперты прогнозируют еще плюс 10 как минимум процентов до конца года рост аренды подпишись на мой телеграм там еще больше новостей ссылка в описании к этому видео банки начали повышать ставки для заемщиков нарушившие правила один льготный кредит в одни руки люди схватившие несколько квартир в льготную ипотеку могут столкнуться с многомиллионными долгами многие инвесторы следует рекомендациям брать не одну а несколько ипотек кто-то одну кто-то 2 кто-то 3 кто-то 5 есть кейсы где даже люди по 40 ипотек брали в сложившейся ситуации но на мой взгляд это вообще как абсурд выглядит и банки еще в декабре адаптировали почти все свои договоры именно под новые условия теперь для них это вполне нормально если они выявляют человеку которого ни одна льготная ипотека то они ему повышают эту ставку до рыночные друзья мои таких есть уже много а дальше начинается самое интересное для того чтобы продать этот объект недвижимости так как это все новостройки и уступка например по семейной ипотеке закрыта то получается что купить эту квартиру могут только те у кого свободные деньги для того чтобы им было выгодно эту квартиру купить покупатели они хотят дисконт и дисконт они хотят от 5 до 15 процентов от стоимости цифрах это где-то от 1 до 2 миллионов рублей мы сейчас продали новостройку за 15 уступку значит пришли люди с свободными деньгами покупатель был из якутии и у нас скидка была полтора миллиона рублей то есть смотрите больше десяти процентов эти люди они вынуждены будут эти квартиры скидывать скидывать их будет дешево потому что не ежемесячный платеж вырастет там у кого-то в два у кого-то три раза при учете того что они покупали это все скорее всего в дешевую ипотеку с завышением цены помните как с наценкой да то эти люди они просто не то что не заработать ничего они просто потеряют все свои деньги еще должны останутся банком также начнутся скоро проверки семейных ипотек на кого оформлен кредит на мужа или на жену или на того и на другого а также проверки айтишников на предмет их трудоустройства взялись банки вместе с государством за чистку субсидированный льготный ипотеки низкие ставки под угрозой минфин предложил повысить ставки по арктической ипотеке с 2 до 8 процентов замминистра финансов иван чебисов считает что два процента в нынешних условиях это чрезвычайно низкая ставка для любых программ ведомство выступает за ее поэтапное повышение с учетом цели и задач конкретных мер минфин предлагает что льготной программы нужно сократить и привести к условиям рыночным но какие же рыночные условия с 20 процентов доля льготной ипотеки в общем объеме выдачи жилищных суд должна уменьшиться до 25 процентов то есть смотрите они опять озвучивают свою любимую фразу то есть для чего они все это затевают это решение является частью большой широкой тенденции к уменьшению субсидирования и экономия государственных средств особенно вот на этих ипотечных программах для многих жителей арктики повышение ставки может сделать приобретение жилья практически невозможным да и за стручку туда не пойдут и строить там ничего не будут государство видимо решило сэкономить на субсидированных программах изменения в планах и приоритетах правительства вчера они говорили одно сегодня они говорят другое и это все демонстрирует насколько быстро меняется экономическая ситуация и насколько им нужны деньги но если посмотрев на это все вы решили купить квартиру на вторичном рынке недвижимости то помните что любую недвижимость обязательно проверяйте перед покупкой на бесплатном вебинаре мы вместе разберем все проверки которые нужно сделать до покупки квартиры пожалуйста разберитесь в этом лично чтобы не оказаться среди огромного числа обманутых россиян ссылка на регистрацию в описании вебинар бесплатный гарантийный срок устранения недостатков жилья застройщиками могут сократить до трех лет сейчас напомню это срок 5 ну почти в два раза согласно статьи 7 части 5 214 фс сейчас гарантия начинается со дня передачи объекта долевого строительства в рамках нее застройщики несет ответственность за ненадлежащее качество своей работы кроме этого предложены вот такие изменения изменить размер неустойки за несвоевременное устранение дефектов если жилье приобретается в личных целях неустройка за дефекты будет составлять 1 150 ставки рефинансирования cb от стоимости внимание расходов для устранения недостатков а если из-за недостаток в квартире нельзя жить то от цены договора если объект не для личных нужд расчет будет производиться исходя из 1 300 ставки cb российской федерации сейчас пени составляет один процент за каждый день просрочки размер штрафа от суммы нарушения договорных обязательств перед дольщиками снизит в 10 раз с 50 процентов до 5 законопроект планируется рассмотреть во втором чтении уже 23 июля почему-то я не сомневаюсь что его примут и подпишут и скорее всего определять для личных целей либо нет это будут простым заказом егрн если у вас есть какое-то еще другое жилье то значит вы не не для личных целей покупаете на многие китайские авто гарантия 5 лет представляет что вы купили новую машину а через например год оказалось что у ее нужно перекрашивать потому что краска за год вся облезла стекла нужно заменить потому что из них из всех дует и они все потемнели заменить нужно колеса потому что изначально с завода они были разного размера вы заметили только в момент эксплуатации но согласитесь ситуация абсурднейшая просто-напросто но именно это может произойти с новостройками если сократить гарантийный срок с пяти до трех лет почему покупка жилья это одно из самых значимых вложений в жизни человека должна сопровождаться меньшим гарантийным сроком меньше гарантийной защиты чем покупка какого-то автомобиля срок эксплуатации у новостройки там около 100 лет у автомобиля 20 мы регулярно видим новости о проблемах с качеством строительства то тут протекло то тут затопило то затопило паркинг кто затопило 20 этажей то лифты сломались люди на 25 этаж пешком поднимаются вместо того чтобы заставить застройщиков строить качественно и нести полную ответственность за свою работу предлагается сократить гарантийный срок и снизить штрафы за нарушение обязательств перед дольщиками ну на мой взгляд это не решение проблемы а это лишь способ уменьшить ответственность за стройщиков и переложить ее на покупателей или мораторий на недострой получается что теперь можно не достраивать объекты и ничего за это не будет строить из говна и палок и за это вам тоже ничего не будет три года как-то пересидите там и все у меня например я думаю что у вас это вызывает серьезные опасения какой будет следующий шаг еще больше ослабление гарантий и то есть скоро что вообще застройщик построит и говорит у вас теперь гарантии будет две недели как на китайский телефон такое ощущение что у нас государство смотрит только не на всех жителей страны которые покупают новостройки да а только на одну маленькую часть которую их строит их от всего хотят огородить так строить хорошо и проблем то не будет вице-премьер марат хуснулин допустил пересмотр условия по семейной ипотеки по его словам в ближайшие три месяца власти будут наблюдать за реализацией программы перезапущенной первого июля ставка высокая мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета это сотни миллиардов рублей ежегодно поэтому в течение трех месяцев мы посмотрим какая будет динамика если понадобятся какие-нибудь меры будем вносить на уровне правительства это была цитата вице-премьер марат хуснулин объявил о возможности пересмотра вот этих вот интересных условий вновь открывшись не успели чернила высохнуть на подписи под постановлением правительства как тут же их пытаются пересмотреть и основная проблема заключается на мой взгляд в бюджете российской федерации который испытывает значительные нагрузки фонд национального благосостояния он не безграничен всего 12 триллионов рублей заимствование на внешних рынках возможно только под высокие ставки которые могут подняться ну совсем скоро уже до 20 до 22 процентов выглядит это ну как слишком дорогое решение и вот ему на замену хотят что-то где-то сократить смотрите льготные ипотеки просто по ним по всем уже прошлись практически на все их обрезали но видимо еще остались косты которые можно допилить ситуация напоминает работу по принципу сначала мы всем все дали посмотрели поняли что много заранее посчитать не получилось и теперь давайте-ка мы все отрежем в результате власти будут следить за влиянием семейной ипотеки на экономику и рассматривать возможные изменения процесс напоминает попытку быстро решить проблему но не до конца продумывая последствия и вообще стратегию этого решения но такой на мой взгляд такой необдуманный какой-то интересный поступок набиулина постоянно повышает ключевую ставку что также влияет на рынок ипотеки в условиях такой неопределенности граждане пытаются успеть воспользоваться льготами опасаясь дальнейшего ухудшения условий они своими заявлениями просто подстегивают многих жителей нашей страны к тому чтобы они пошли быстрее купили эту квартиру для чего это делается скорее всего хотят просто загнать людей для того чтобы застройщикам было как бы полегче то есть вот так и будут ограничивать ограничивать по три месяца для того знаете вот такой ажиотаж на рынке недвижимости создавать это что рукопомощи застройщикам или что это падение регистрации сделок в москве за первые шесть месяцев 24 года управление росреестр по москве зарегистрировано всего 65 981 переход права собственности на основании договоров купли-продажи либо мены жилья и это минус 15,5 процентов к январю и июню двадцать третьего года там было 78 120 в июне текущего года зарегистрировано было 11 349 переходов права на вторичное жилье в москве и это на двадцать семь девять процентов меньше чем она за аналогичный период прошлого года там было 15 746 и на тридцать шесть с половиной процентов больше в июне к июню 22 года но напомню что там было свого несмотря на падение активности мы видим что рынок недвижимости в москве стабилен на уровне около 11 тысяч сделок в месяц на протяжении уже довольно таки целого квартала это свидетельствует о том что рынок не растет но и не падает катастрофически люди продолжают приобретать квартиры и брать ипотеку несмотря на снижение объемов сделок при 11 тысяч сделок рынок недвижимости в москве корректируется вниз где-то примерно на 0406 процента в сделках скорее всего эта коррекция будет чуть побольше таким образом можно сделать вывод что цены на квартиры в москве стали чуть доступнее спрос поддерживается на хорошем уровне и он не позволяет рынку сильно просесть следим в оба за ситуации с ценой на вторичку в москве ну а теперь давайте посмотрим что же у нас было на рынке новостроек в июле 24 года управлением рост рестор по москве зарегистрировано 14 тысяч двести девятнадцать договоров долевого участия в отношении жилой и нежилой недвижимости плюс 12 плены процентов к маю плюс 30 процентов к июню 23 года и плюс пятьдесят семь процентов к июню 22 если жилой и нежилой сегмент разбить то в жилом сегменте десять тысяч четыреста шестьдесят девять договоров долевого участия опять же 21 процент практически плюс к маю 34 процента к июню 23 и 67 процентов к июню 24 рост в нежилом сегменте было 3750 это же рост к июню прошлого на 20 процентов однако несмотря на такие высокие показатели в дальнейшем вряд ли стоит ожидать таких же масштабных цифр это последние высокие цифры в этом году даже с учетом продления льготной семейной ипотеки основной рост сделок в этом году был обусловлен ожиданием окончания вот этих вот льготных условий и мы видели как большинство людей побежало причем большинство людей почему-то побежало не в питере у них там просадка а именно в москве и вот почему-то москвичи больше всех ждали в надежде что цена упадет и они купят а получилось все как всегда наоборот пришлось купить по самым высоким ценам потому что застройщики все к этому подготовились и цены свои подняли интересно будет наблюдать за ситуацией в ближайший месяц на рынке новостроек потому что рынок на мой взгляд ждет серьезные просто колоссальные изменения старты продаж пик вводит в продажу первую очередь жк москворечь напомню что это пик плюс комплекс будет построен по адресу колитниковский проезд владение 7 станет частью масштабного проекта девелопера в районе москворечье соборово комплекс состоит из четырех разновысотных корпусов переменной этажности от 3 до 39 этажей очень интересное решение фасадов там темно-красный кирпич там будет стекло вставки из металла продажи пока открыт только в первых двух корпусах которые рассчитаны всего на 650 квартир площадь от 19 до 81 квадратных метров студии 19 квадратных метров 8 миллионов 100 до пик еще успел согласовать однушки 37 квадратных метров 11 700 двушка 62 квадратных метров 17 600 ну и трешка 80 метров 21 миллион 800 тысяч рублей друзья ищите новостройку устали от бесконечных поисков подборок оценок застройщиков и локаций обращайтесь в наше агентство мы ваш надежный партнер в мире недвижимости поможем выбрать идеального застройщика проверим все документы и убережем от рисков с нами вы сэкономите время деньги а покупка квартиры будет приятным и легким процессом давайте вместе сделаем вашу мечту о новом доме реальностью любую недвижимость обязательно проверяйте перед покупкой на бесплатном вебинаре мы вместе с вами разберем все проверки которые необходимо сделать до покупки квартиры пожалуйста разберитесь в этом лично чтобы не оказаться среди огромного числа обманутых россиян ссылка на регистрацию в описании вебинар бесплатный друзья а это были все новости которые были интересны на мой взгляд за прошлую неделю не забудьте подписаться на канал